ну что растим всем привет с вами лора создаю свой рай хоть пока и томатный на ваших экранах сходы томатов 3 недели от пассива уже много-много раз показывала рассказывала но покажу еще один а может быть и много раз выращиваю рассаду качественно красиво очень подробно рассказываю в группе томатный рай это в телеграмм общаюсь с каждым лично и отвечаю на все ваши вопросы поэтому подписывайтесь и будем простить вместе томаты серии gnome выращиваю уже 40 своих сортов и в этом году примерно 47 посеяла новых где уже подрастают скоро покажу новые сорта пораньше и своих семян чуть попозже перечислять сорта не буду много делала обзоров уже в плодах а сегодня покажу именно о пересадке они растут в таких инкубаторах сей в кокосовый субстрат а схожесть стопроцентная отличная корневая тоже далее покажу теперь пересадка в питательный грунт чтобы увеличить корневую сразу потому что я буду заглублять до 7 долей и тем я увеличиваю силу кустиков то есть они получают питание в два в три раза больше сразу то есть я не дожидаюсь настоящих листочков а именно в маленьком возрасте заглубляю и увеличиваю кустики поэтому у меня чаще всего получается крепкая здоровая красивая рассада которую уже потом пересаживаю в питательный грунт и далее уже в открытый грунт вот такая корневая сейчас вот так вместе с комом земли вместе с кокосовым субстратом извлеку и буду заглублять в питательный грунт прежде чем пересаживать нужно обязательно полить чтобы корешки максимально напитались влагой и при пересадке им было легко и комфортно это обязательно оставлю на минут 15-20 выращиваю практически всю рассаду вот в таких обычных рассадных ящиках высота примерно 8-10 сантиметров наполняю питательным грунтом много раз рассказывала показывала как я его составляю из чего далее покажу еще раз это важно грунт должен быть рыхлым и питательным но прежде всего нужно хорошо полить можно добавить в воду фитоспорин можно превикор но я в основном не добавляю а поливаю потом и обрабатываю так сейчас она питается земелька и буду производить пересадку питательный грунт использую как основу и в него уже добавляю для разных видов растений разные ингредиенты в данном случае у меня торф и агро перлит и конечно же грунт от верми он он такой вот чистый рыхлый плотный уже готовый пересадки вот здесь вот 12 литров в этом мешочке есть пять литров и также есть грунт и отдельно для томатиков и для огуречков так верни он готовый почвенный грунт для рассады и комнатных растений в состав грунта входит биогумус не менее 20 процентов торф инертные наполнители азот фосфор калий гуминовые кислоты уже готовый к применению но я все же добавляю еще немножко торфа в любой грунт который использую и какой-нибудь влагоудержатель данном случае агро перлит но есть такие еще диатомит циолит много разных минералов вермикулит все смешаю и буду использовать для посадки начинаю пересадку с томата под названием дса он у меня идет под 67 номером не вот так вот потихонечку сейчас буду извлекать конечно же покажу росточки такие вот толстенькие красивые хорошо палитые они хорошо разделяются вот такие вот классные и сильные что я буду делать дальше я их разделяю и начинаю заглублять использую любой подручный предмет можно . можно карандаш можно вот такие палочки от суши и теперь по схеме 4 на 4 заглубляю росточки питательный грунт посмотрите красота две недели от всходов вот такой вот шикарный результат что я делаю что я какую пользу извлекаю из вот такой вот именно пересадки в младенчестве это касается и баклажан и перца как уже много раз говорила я наращиваю корневую систему именно по всему стволику сразу и даю питание своим кустиком сразу этот не жалеть сразу отбраковываю так как сажать из своих семян то сажаю всегда с запасом чтобы было что подсадить ну как часто бывает у меня выживают все приходится выращивать все конечно же потом немножко реализую в мае своем регионе уже у меня свои клиенты так легко они отделяются и вот так легко они внедряются уже буквально через неделю тут будет два настоящих листочка немного скажу об этом сорте который сейчас я пересаживаю называется д с его высота куста 60 сантиметров томат вырастает до 350 грамм при всей низкорослости кустика и они такого ярко-оранжевого цвета с красными полосками на разрезе это бикалор такие вот классные они в рассаде шикарные то есть не боятся ни перепада температур ни похолодания ни жаркого даже стоят на ярком открытом солнце порой в теплице то есть эти сорта томатов всегда выигрывают по сравнению с рассадой высокорослых томатов то есть то что как говорят посадил и забыл очень актуально для тех кто уезжает из дома часто нету полить часто они узнаете живучие очень и потом их можно сажать по 2 лунку тоже хорошо экономит место на грядке у кого маленький огород так идти от браковую беру следующую партию примерно каждого сорта у меня будет по 50 корешков ни много ни мало но работы хватает конечно же но я это люблю мне это нравится поэтому с удовольствием всегда делюсь и особенно я люблю делиться результатами хотя по моему опыту чаще всего всем нужно как вырастить хорошую красивую рассаду а уже результаты мало кого волнует потому что в то время в сентябре в августе уже у всех нарастает свой урожай люди подустают уже от всего но я люблю именно делиться красотой когда это все возревает и поспевает так вот это нехитро выглядит конечно долго по времени но это и успокоивает в какой-то мере задавайте вопросы подписывайтесь группу томатный рай это в telegram всем отвечаю лично с удовольствием так вот это будет выглядеть ну и дальше все тоже и все с теми же расточками все пересадку этого данного сорта закончила и теперь нужно обязательно пролить еще раз добавляю в воду привикур это фунгицид очень классный профессиональный можно также использовать фитоспорин все вот так вот чтобы а корешки прижались грунту потихонечку вода должна быть комнатной температуры всегда отстаиваю в бутылках теперь эти ящички поставлю не на прямые солнечные лучи по скрипту еще хочу показать результаты пересадки и буквально пять дней назад стоит на стеллаже с подсветкой эти томатики уже настоящие листочки начинают вылазить чему я бесконечно рада вот такие зелененькие классные поэтому с удовольствием делюсь с вами своей системой и это будет очень толстенькие и крепкие росточки на выходе проверено годами